Друзья, привет! Меня зовут Игорь Гаврошчак, это ютуб-платформа 24-го канала. Я приветствую нашего гостя, это и заступник керевника Легиону Свободы России, позывный тазарь Максимилиан Андронников. Максим, здравствуйте. Честь имею. Максим, конечно, в первую очередь хотел бы спросить вас, где сейчас работает Легион Свободы России. Все, что можете, пожалуйста, расскажите нам. Что нельзя рассказывать, не рассказывайте. Хорошо. Легион продолжает работать на тех же позициях, где он и был. Это Часофьяр и район Волчанска. Часть подразделений проходит боевое слаживание, готовится к новым боям. Осень нас ждет всех напряженная, интересная, поэтому к ней надо готовиться. Максим, если говорить о вашей численности, понятно, что вы не скажете, сколько именно человека, но каким образом идут контакты, как вас находят, как вас пытаются зайти другие, кто это, россияне или есть представители других стран. И вот насколько Кремль реагирует на Легион Свободы России, потому что вот я много читал, что где-то в регионах России 15 лет дали человеку за то, что он только пытался вступить в Легион Свободы России. Давайте по порядку. Процедура контакта с нами достаточно проста. У нас есть сайт, у нас есть бот в телеграм-канале, есть наш телеграм-канал. Вопрос в том, что Кремль уже боится вооруженного сопротивления из числа российских граждан, и поэтому он создал десятки фиктивных телеграм-каналов, сайтов, для того, чтобы люди передавали туда свои персональные данные, и потом, соответственно, их задерживают, фабрикуют громкие уголовные дела, дают им очень большие сроки, для того, чтобы запугать всех тех, кто хотел бы вступить в Легион. В Легион вступают граждане России, которые находятся либо на территории Украины, либо выехали из России через третьи страны, либо те, кто уже какое-то время жил в Европе или еще в каких-либо зарубежных странах. Именно поэтому надо быть осторожными, переходить только на наши верифицированные каналы, для того, чтобы избежать слива информации, которая попадет чекистам. И хочу сказать, что Легион сам первым никогда не идет на контакт. Если кому-то в Телеграме или еще в каком-то мессенджере написали, что это Легион, значит, это не Легион, не верите этому. Да, Максим, также бы хотел вас спросить, вот, понятно же, что многие наверняка боятся вступать или контактировать, я имею в виду, непосредственно числятся в Легионе России. Но наверняка есть люди, которые тихо помогают, так называемые партизаны. Насколько есть такие люди, есть ли они вообще и насколько они распространены по всем регионам России? Вы знаете, в России уже тысячи партизан. Есть целые партизанские сети, есть независимые партизанские сети, есть структура сопротивления Легиона России, самая многочисленная и эффективная. Есть люди, которые не входят в число партизан, но активно сотрудничают с нами, предоставляют нашим разведсилам. Очень важную информацию об администрации противника, о его военной инфраструктуре, о передвижении его воинских частей. С нами начинают все больше и больше сотрудничать представители силового аппарата Российской Федерации, административного корпуса. Также постоянно растет число партизан, и их акции становятся все более и более дерзкими и наносят достаточно серьезный урон, не только материальный, но и репутационный урон путинскому репрессивному аппарату. Да, Максим, конечно, хотел бы вас спросить, это новость не сегодняшнего дня, но она важная. Можете прокомментировать то, что в односторонном порядке, насколько я понимаю, Легиона свободы России отозвала, я так понимаю, свою подпись под Ирпенской декларацией с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, который тоже есть оппозиционный. Что произошло, почему так решили, и расскажите немножко об этой ситуации. Уже два с половиной года Легион открыт для сотрудничества со всеми российскими оппозиционными силами. К сожалению, за эти два с половиной года каких-то внятных приемлемых результатов добиться не удалось. Даже те, кто шел с нами на контакт, использовал наше подразделение для самопиара, но реальной помощи мы фактически никакой за эти два года не увидели, к сожалению. Наши двери открыты, но они открыты уже для плодотворного сотрудничества, для информационной поддержки, для финансовой поддержки нашего подразделения. И в этой связи я хочу отметить, что простые граждане России или русские диаспоры, которые проживают за границей, оказали нам гораздо большую помощь, чем вот эта пресловутая оппозиция, которая обладает огромным медийным и огромным финансовым ресурсом. Так, например, совсем недавно Тамбовские волки, я хочу их в очередной раз поблагодарить, если они сейчас меня смотрят. Братья, огромное вам спасибо за автомобили для фронта, скоро они поедут и будут бить врага и приближать освобождение нашей Родины. Да, Максим, скажите, пожалуйста, тогда вот вы вспомнили об оппозиции, которая просто пиарится на вашем имени. Зачем им это, если они ничего не действуют? Перед кем они тогда выгораживают себя? И куда они тогда движутся, если они движутся вообще за эти два с половиной года? Я охарактеризую общий тренд, я не буду делить их на какие-то подгруппы, там есть совершенно разные персонажи, есть явная агентура Кремля, есть полезные д**ки, которые ему подыгрывают. Есть люди, которые, как художники, так и видят будущее. Видят, в общем и целом, они это так, что путинский режим каким-то образом сам собой самоустранится или развалится, и тут они в белых фраках войдут в Крем, народ будет их ждать, рукоплескать, и они построят прекрасную Россию будущего. Так не будет. Тирания никогда не уходит без борьбы, порой очень жестокой борьбы, и эту борьбу будут добывать российские добровольцы на поле боя, сражаясь за Украину, сражаясь за освобождение своей родины. И русское сопротивление, которое находится внутри России, которое будет там ломать путинскую военно-административную машину. И вот именно из этих людей должна сложиться новая, назовем это так, меритократия, то есть власть достойных, которая на переходный период обеспечит демократическое преобразование России. Потому что многие представители нынешней российской оппозиции, они уже были у руля и в 90-е, и в нулевые, и так ничем хорошим это не закончилось. Мы знаем, какова цена свободы. Мы сидим не по кафе Шамтана, мы ведем жестокую борьбу, погибаем, теряем своих товарищей, получаем ранения, калечимся. И мы, как люди военные уже, прекрасно понимаем, что то, что добыто таким трудом, эта свобода, она будет цениться. И мы будем выстраивать демократию с самого низа. А попытки, скажем так, с помощью каких-то заграничных сил передоговориться с элитами и заехать в Кремль, вряд ли получится. Я думаю, что эти люди, как декабристы, слишком далеки от народа. Кстати, Максим, вот вы в общих чертах, да, мы с вами проговорили, наверняка мы знаем имена этих людей, какова сейчас оппозиция к власти Путина, мы с вами проговорили. А вот вы видите каких-то людей, или вы знаете каких-то людей, которые могут в политическом аспекте быть в оппозиции, да, свежей, новой, как говорится, Путину. Или все же это должна быть исключительно военный подход, военный заход и уничтожение власти, а уже тогда разбираться, кто и как может чем-то руководствовать или руководить. Поймите, сопротивление российское, это же не только военная сила. Вот я пару минут назад помянул прекрасных граждан России, которые нам помогают в Болгарии. То есть люди отрывают, будучи на чужбине, отрывают от себя последнее, чтобы помочь нашему фронту. Люди, скажем так, не люмпины, люди с хорошим социальным статусом, люди, которые занимаются предпринимательством, творческие, креативные люди. В России огромное количество людей, которые брошены в тюрьмы, страдают за свои антивоенные убеждения. Также из числа сопротивления будут появляться лидеры с прекрасными управленческими навыками, технократы. Вот именно эта коалиция, военная и гражданская коалиция, она и будет определять будущий вектор развития России. А не те, кто продолжает сидя где-нибудь в Лондоне писать очередные расследования про дворцы Путина, про его яхты, при этом, по-моему, поливать соседние оппозиционные фракции. Им Россия неинтересна, они ее не любят, не страдают за нее. Им интересны либо свои властные амбиции, либо финансовые какие-то, скажем так, возможности. Вряд ли эти люди смогут дать России какое-то достойное будущее. Максим, хотел бы вас спросить об Курской операции, но с какого ракурса? Не с операции вооруженной силы Украины, силы обороны, потому что Генштаб молчит, говорит только то, что можно сказать, да, сегодня вот Цирский сказал, что в плен взяли официально 594 оккупанта, также что около 100 населенных пунктов контролируются вооруженными силами Украины. Я хотел бы вас спросить о реакции Кремля. Как вы ее оцениваете? Потому что вот официально мы все узнали об этой операции 6 августа. И вот уже прошло 21 день, 3 недели ровно. И вот Путин там говорит о каких-то террабороне, никаких с Покровска самого тяжелого направления войска не перебрасываются. У меня складывается впечатление, что Путин готов отдавать территории Российской Федерации. Он же кричал о том, что якобы мы что-то там защищаем. Но он классический тиран-оккупант, потому что его интересует только наступление и продвижение, и убийство на Донбассе. А вот своя территория, суверенная Российской Федерации, его не интересует. Вы знаете, раз Генштаб не комментирует эту ситуацию, я ее пока тоже комментировать не буду. Одно могу сказать. Вся текущая ситуация для него является шоком. И все его поведение идет по принципу «все хорошо, прекрасный маркиз». Максим, а если говорить о Белгородской области, вот вы в свое время заходили, да, это были первые заходы, вы обещали дальше продвигаться в этом направлении. Я даже не знаю, как спрашивать, да, потому что спрашивать вас, а будете заходить, когда будете заходить, тоже как-то смешно звучит. Но вот рассматривает ли Легион России Белгородской области как плацдарм для дальнейших, может быть, действий Легиона? Конечно, однозначно мы будем заходить на территорию нашей Родины, однозначно мы будем выбирать цели по своим силам, по возможностям, которые растут постоянно, я хочу это подчеркнуть. Наши подразделения растут численно, постоянно набираются боевого опыта, оснащаются хорошей техникой и вооружением. И, конечно, цель наша известна. Наверное, после этой передачи мы увидим опять очередной спойлер, от которых я, честно говоря, очень устал. Легион идет на Кремль, завтра штурмует Москву. Не завтра, пусть через полгода, год или два, но именно так оно и будет. Потому что другого финала у этой войны быть не может. Если сейчас подписать перемирие, то это означает, что война из кино превращается в очередной раз сериал. И уже ждать третьей серии, когда враг накопит силы, пополнит свои войска, добавит на склады ракет и снарядов, мне кажется, не имеет никакого смысла. Пока есть Путин, будет война, будет смерть, будет разруха. Посмотрите, в позавчерашнем залпе он вывалил ракет на полтора миллиарда долларов. Одна ракета, которая упала просто в воду стоимостью больше миллиарда рублей и оглушила там рыбу. Это не интересует его собственная территория. Он уже потратил больше 200 миллиардов долларов на уничтожение Украины, вместо того, чтобы сделать Россию процветающей, свободной страной. И поэтому для нас, для граждан России, совершенно понятно, что пока Путин будет у власти, война не закончится. И, соответственно, есть только единственный вариант заходить в клуб нашей Родины, освобождать нашу территорию, набирать новые ресурсы и заканчивать войну в Кремле. Только так. Максим, также хотел бы вас спросить о том, что вот ни для кого не секрет, это официально уже Путин говорил, что поднимают премиальные за подписание контрактов с Минобороны Российской Федерации и в разы поднимают. Понимаем, что предыдущие суммы в 200 тысяч рублей уже никто не ведется на эти деньги. Насколько вот еще будут поднимать и даже не на сколько будут поднимать, вопрос не в том. Вопрос в том, какова мотивация, есть ли хоть какая-то мотивация, кроме денег, идти воевать. Потому что, повторюсь, поднимают до просто очень высоких сумм уплату за подписание контракта. Это говорит о том, что социальный шлаг в России начинает заканчивать. Если для Украины война это трагедия в первую очередь, потому что погибают лучшие сыны и дочери украинского народа. Те, кто пошли в 14-м году, в 22-м году выступили на защиту своей родины. То в России на войну пошли либо с промытыми мозгами, либо просто бессовестные люди, которые решили на этом быстренько заработать денег. Но даже сейчас до многих дошло, что пойти в Украину это рано или поздно означает смерть или увечь. Поэтому он и вынужден заливать пожар войны из бронзбойта с деньгами. Он тратит уже колоссальные суммы на своих наемников, старается не выплачивать гробовые тела, просто не привозят. То есть все, как они любят делать. Но, тем не менее, он уже испытывает нехватку живой силы. Если так пойдет и дальше, ему либо не хватит денег, и экономика начнет рушиться. Инфляция за 4 года в России практически стопроцентная. Либо он будет вынужден прибегнуть к массовой мобилизации, которая только ускорит краховый режим. Вспомните, 1917 год, запасные полки в Петрограде поднимают восстание, потому что не хотят ехать пушечным мясом на фронт. Поэтому он все это время, два с лишним года, оттягивал полномасштабную мобилизацию. Вот, кстати, Максим, о полномасштабной мобилизации. Насколько вы считаете, что Путин решится? Потому что понятно, что он опасается этого. Если бы он не опасался, как он говорит, частичной мобилизации, а вот всероссийской мобилизации, он бы давно уже ее объявил. Насколько он сейчас понимает, что он рискует или не рискует? Как вы считаете? Он понимает, что он рискует, и поэтому он все еще продолжает набирать наемников, в том числе из самых разных стран. Из Непала африканцев везут. Не так давно Золкин показывал целую партию этих персонажей, которые не могут внятно объяснить, куда они ехали и зачем они здесь оказались. Я думаю, противник вполне логично набирает столько наемников, сколько он успевает снарядить, обеспечить и хоть как-то маломальски обучить. Максим, если говорить о том, что якобы там Беларусь стягивает войска, насколько вы верите в то, что Путин может дожать Лукашенко и белорусы могут начать войну? Насколько это реальные варианты? Или это все-таки больше... Лукашенко, он же хитрый человек, хитрее, наверное, чем Путин. И он пытается между капель дождя вот так проскальзывать. Лукашенко тиран с еще большим стажем, чем Путин. Очень хитрый приспособленец. Главная его задача доить Путина как корову и выпрашивать у него регулярно деньги. Если уже Лукашенко не решился на вторжение в начале полномасштабного вторжения, то сейчас его перспективы очень туманны. Боеспособность своей армии он прекрасно знает. Если она попробует вторгнуться на территорию Украины, она будет разгромлена на голову. На голову будет разгромлена. Поэтому все, что он делает, пытается в очередной раз заручиться лояльностью Кремля. И для этого вот такие танцевальные ПА войсками вдоль нашей границы и производит. То подведет одну бригаду, то ее отведет. Но, поверьте, серьезных намерений атаковать у него абсолютно нет. Он понимает, что это очень быстро приведет к тому, что его режим падет. У Путина не будет сил его поддерживать. Ряды белорусских добровольцев пополнятся достаточно быстро. И, соответственно, диктатор лишится власти и свободы. Максим, если говорить о воеже Путина после Баку на Кавказ, он имеется в виду в Чечню, и встреча с Кадыровым, его семьей. И вот мы с вами договорились, что вы не будете оценивать, что происходит в Курске. Но вот кадыровцы уже себя проявили. Кадыровцы в очередной раз в кавычках показали, какие они воины. И все же, как вы считаете, Путин покладывается на Кадырова? Или зачем вот эти поездки, зачем вот эти... Ну, чуть не обнимание, да, там со всей роднёй он фотографируется. Это вообще как-то не в стиле Путина? На этот унизительный шаг Путин пошел после печальных для него августовских событий. Это показывает нам то, что он всё меньше и меньше доверяет своей системе, ему не на кого опереться, и он побежал к последнему, скажем так, пристанищу в логово Кадырова. Хотя Кадыров точно так же, как и Лукашенко, использует Путина. И если власть Путина ослабнет, Кадыров может либо повторить Пригожинское мероприятие, либо попытаться сжать при лежащей к Чечне территории. Кадыров слабеющему Путину обязательно воткнет в спину. А Путин рассчитывает на то, что пожар русского бунта, беспощадного, но не бессмысленного, он будет гасить именно с помощью Кадыровцев. Я уверен, что не удастся. Более того, если Кадыровцы поедут на это мероприятие, они будут уничтожены просто полностью. Максим, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время для того, чтобы нам рассказать о том, что и как делает Легион Свобода России. И я очень надеюсь, что вы найдете людей, которые не просто будут пытаться пиариться на вашем имени, а которые реально смогут помогать. Спасибо вам, Лешой. Так оно и будет. Сохраняйте веру в нашу победу. Честь имя. Нагадаю, нашим лечам з нами был Максим Андроніков, позвонить Цезарь, это заступник керівника Легиону Свобода России. Обязково коментуйте, обязково ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь нашою разговой. Меня зовут Игорь Гаврошчак. З вами мы увидимся в эфире 24-го канала. Продолжение следует...